Игра в длинную, поэтому софт обязательно нужен, и софт обязательно должен учитывать пучу нюансов. И мы можем обсуждать, на самом деле может выздавать отличные вещи, но сама реализация будет сложная. Например, даже сейчас переход на платежи ночью, да, фирма подходит, говорит «И-и-и-и». И вот эта проблема, то есть суть хорошая, вроде все готовы проводить, вроде и клиенты хотят, а фирмон говорит «не-а». Поэтому учитывая, надо вот такие мелочи, они бывают вроде небольшие, но они могут остановить, либо сильно отодвинуть реализацию. Спасибо. Не обязательно отвечать на все вопросы. Национальный банк Украины озвучил, скажем так, дорожную карту, свои планы по переходе на стандарт информационного обмена ИСО от 20.022. Вопрос больше к банкам, платежным системам. Как вы видите изменение рынка, что это даст вам, какие преимущества вы получите, и является ли это шагом к OpenBank? Можно прохватить? Можно прохватить? По опыту Европы… Я прокомментирую, я фирмонком все-таки не являюсь. По опыту Европы, собственно, платежи стали дешевле, более стало стандартизировано. Мой вопрос, да, но чуть-чуть прокомментирую. Ну, конечно же, в конечном, да, счете, когда мы перейдем этот стандарт, и, как бы, конечно, точкой мы бы хотели сделать вот эту последнюю милю уже, когда мы говорим сейчас о банковских платежах, первым говорить о вот этом платеже от отправителя банка, да, и до конечного получателя. Конечно, хотелось бы уже инстант и счет-в-счет, да, безусловно, в конечном счете после внедрения всех этих технологий это будет решение. И мы говорим о том, что мы хотим получить… То есть, когда деньги по типу инстант-пэйматов, которые были запроважены в Европе, в идеале, да, 10 секунд подтверждения платежа и отправителю, и получать. Да, просто пару комментариев именно от банка и, в том числе, представителя процессинга, которые занимаются платежами. 10 секунд – это классно, это замечательно, но вот, чтобы обеспечить все современные технологии, поймите, это все упирается не только в стандарт и в ПО, это еще упирается в железо. А вот затраты по железу, у нас там 80 банков, грубо говоря, процессингов чуть меньше. И те, кто в PSP-шке, они же тоже используют мощности процессингов. Поэтому, опять же, можно сделать отличную схему, укрепиться в железо, потому что инвестиции в железо будут обязательно в переразвитии рынка. Но сам стандарт – отличная вещь. Плюс, с учетом того, что мы стремимся все-таки в cashless economy, количество платежей должно расти, оно и так уже растет. Поэтому востребованность этого будет. Люди хотят переводить. Хотят – нужно, не хотят, но все равно будут. Поэтому количество платежей будет расти в любом случае. Если это будет стандартизировано, это будет проще, быстрее. Конечно, на рынку нужно. Ну и кроме того, мы можем вспомнить о трансграничных платежах, которые облегчатся с внедрением I-2022. Поэтому все те входящие потоки, которых сейчас и так очень много, будут чуть-чуть проще, но, надеюсь, в дальнейшем не сходящие. Это будет просто. Плюс удешевление стоимости операций. Все помнят, сколько стоит обычный денежный перевод. От 5 до 10% в разных системах. Все, что сделано сейчас банками по втягиванию денег из-за границы, существенно понизило, особенно крупным региональным банком. Существенно понизило этот план. Но I-2022, на мой взгляд, в Европе может в дальнейшем дать нам возможность удешевить все это координарно. Кроме того, все равно все страны идут туда. И когда, опять же, игра в долг. Это не этот год и еще даже не начало следующего. Но мы говорим о том, что тогда мы будем готовы, мы сможем уже дешево интегрировать все время. Спасибо. Следующий вопрос, он относится больше к департаменту у нас банка, который занимается платежами. Если здесь есть, мы можем прокомментировать. Вопрос в том, что, собственно, может составить банки открывать свои АПИ. Это может быть регуляция, это может быть угроза штрафов, это может быть требование рынка. На ваш взгляд, что может подводить, что может составить? Либо нет никаких рычагов? Можно я по-одесски начну? Да. Миллионные, десятка миллионные штрафы по Финмону, ни к чему банки не привели. Поэтому штрафы – это, конечно, хорошо, и как разовые акции – это отлично, но ты приводил примеры формального соответствия требований директивы отдельными европейскими банками. К счастью, для Национального банка здесь меньше агентов, с которыми можно работать не 30 тысяч или не 30 тысяч, как в Европе, а всего 76. Я хотел сказать, 78. Ладно, тут будет 76. И не дай бог будет меньше. Поэтому в штрафы, например, я не верю. Я верю исключительно в доброе слово и тот самый Наган. Поэтому сначала должно быть доброе слово. А доброе слово – это деньги. Вот как только те, кто хотят информацию, скажут, сколько они за это готовы будут платить, и сойдутся интересы, я опять апеллирую к нашей дискуссии с мобильными операторами. Сколько должно стоить подтверждение? Или к нашей дискуссии с финансовыми компаниями, которые хотят проверять, соответственно, того, кто отправляет заявку на онлайн-кредит, номеру карты, на которую этот кредит будет захватить. То есть некоторые банки эту услугу продают. Мы, например, с другими банками говорили, вы хотели бы эту услугу продавать? Они говорят, в принципе, да, но мы не понимаем, сколько мы будем получать. Мы говорим, вы будете получать вот столько-то. Нет, это мало. Вот не получать ничего – это хорошо, а получать хоть чуть-чуть – это мало. Поэтому дискуссия будет достаточно непростая. Она реально будет. Я хочу сказать, что бизнес, необходимость открытия, там, API и так далее, поймут те банки, которые видят в этом свою бизнес-стратегию. Я, на самом деле, ну, во-первых, давно в банках работаю, и знаю многих, как бы, да, коллег, и даже в рамках проекта «Спортбанк» мы общались со многими банками. Некоторые банки, в принципе, не особо набедят свою розничную стратегию, да, и тем более платежную. Соответственно, в этом случае речь будет идти, конечно, не обо всем рынке, не обо всем рынке, да, а только о тех банках, которые идут в розницу, идут в платежи и так далее. Вот есть банки, которые традиционно, там, корпоративные и так далее, поэтому, если мы все-таки хотим, да, чтобы это был стандарт всего рынка, конечно, без «Кнута» где-то мы здесь не обойдем. Одесский подход отличный, он распространяется на весь наш менталитет, поэтому, к сожалению, действительно «Кнут» нужен, и опять же «Кнут» нужен был для больших игроков, которые должны будут делиться своими базами и наработками, потому что, ну, тот банк, который находится за двадцаткой, в принципе, с удовольствием пойдет в OpenApp и обмен данными. С другой стороны, нужно рассматривать, что к тому времени PSP так же само будет, скорее всего, в этой когорте со всей, поэтому нужно понимать, что PSP будут получать, какие у них возможности будут, и опять же, как на это будут реагировать крупные банки. Ну, в общем, надо будет помощь у регуляторов, скорее всего, какая-то. Следующий вопрос. Вчера стало известно, что «Альфа-банк» подключился к системе удаленной идентификации банка «И» от Национального банка. Это уже тринадцатый банк системы. Наверное, больше вопрос, Ольга. Какие перспективы собственной системы? Может ли она стать еще одним шагом к открытому банку в Украине? Ну, на самом деле, перспективы достаточно хорошие. Ну, как бы, вот у нас коллега есть из президента банка, который рассказывал про уже долголетний опыт развития системы BankID в Большом банке. У нас, мы говорим о BankID Национального банка, как о Межбанковской системе. И хочу сказать, что, на самом деле, интерес действительно очень большой уже. И, как бы, вот этот весь процесс подключения банков к НКД и не только банков, и желание, главное, клиентов получать удаленные диджитал-сервисы, вот эта потребность, она, собственно, и формирует развитие этой системы. И вот вам, пожалуйста, это некий такой пример банков уже в ходе вот какой-то прототип open banking, который когда-то уже станет платежным, да. Сейчас они, ну, уже делятся идентификацией, да. Никто не говорит о том, что они желают это прямо им делать и хотят это делать бесплатно. Конечно, нет, они хотят за это получать деньги. И вот, как Александр привел пример, точно так же. Все спорят, сколько же должна стоить идентификация. Кто-то из банков говорит о том, что, начинает считать себестоимость, вкладывать туда там все процессы, зарплаты и так далее. Говорят, что идентификация будет стоить для них столько. Другие банки говорят, ребята, а мы делаем сервис для клиентов. Мы считаем, что мы не должны за эту услугу там получать глобально много, потому что мы на самом деле нашему клиенту даем дополнительный сервис таким образом удерживаем новых банков. Вот. И вот, собственно, банки как раз вот находятся в этом уже живом процессе. Перспективы есть, да, безусловно. И, в общем-то, ну, в том числе, потому что мы анонсировали о переходе на коммерческую модель и анонсировали о, фактически, о том, что Национальный банк будет заниматься развитием этой системы, поскольку не секрет, что несколько лет она была просто, ну, как бы, на уровне IT-интеграции, да. Коммерческой составляющей там не было, большого интереса не было, хотя перспективно она, безусловно, была интересной. Вот. Что сказать ДИЕ, да. После подключения к ДИЕ мы имели, на самом деле, достаточно серьезные пиковые транзакции, наша система нормально, а некоторые банки подтормаживали. Вот, между прочим, как раз после того, как мы подключились к ДИЕ, и начали подключаться другие банки. Ну, то есть, собственно, волна эта пошла. Да, почему? Потому что сервис нужен клиенту. Когда клиенты нескольких больших крупных банков не смогли увидеть свои провайдинг-паспорт в ДИЕ, они расстроились. Вот. И, как бы, конечно же, запросы, они начали бомбить свои банки, там, где у них открыты счета, где у них находится карта, где они привыкли пользоваться сервисами этого банка, они захотели еще один сервис. И, ну, вот, в общем-то, желание клиента подключения туда, к системе, да, других сервисов. Мы говорим, вот, о государственных сервисах, об административных сервисах, о финансовых сервисах, мы уже говорим. Там, конечно, еще предстоит большая работа по, наверное, нормативному дорегулированию, по досконалу этой коммерческой модели, потому что мы понимаем, что так или иначе нужно приходить к дифференциации. Вот коллега, который выступал по скандинавскому, да, на банк идил, прекрасно. Пусть мы большую информацию получили, большой опыт, очень интересно. Опять же, возвращаемся к вопросу о том, что банки договорились. И вот это, ну, это очень серьезный посыл, потому что договорились использовать единые стандарты безопасности, создали отдельное независимое юридическое лицо, и не возникло там, ну, и дальше просто уже бизнес в процессе тарификации. Бесплатно для гражданина, платы банки, поскольку, я понимаю, банки это создали, да, они между собой плату не берут, даже несмотря на то, что другой банк может пользоваться идентификацией, там, допустим, первого банка. Но вот бизнес-модель построена на том, что одни получают комиссии за других игрокопрылок, и в том, что из государственных сервисов. Мы пока говорим о том, что мы делаем бесплатно. То есть мы не берем государственных сервисов плату. Для чего здесь пока? Ну, кстати, вот был интересный момент. Ну, на самом деле, да. У нас то, что мы сейчас заплатываем, это бесплатное, то есть мы не будем брать, естественно, с государственных органов, кто представляет государственные сервисы, плату за транзакционную передачу и датификацию. Не мы, еще раз. Это некое подобие комиссии, которая останавливается между абонентом-датификатором и абонентом, тот, который предоставляет условия. Национальный банк не относится к этой комиссии, это как бы урегулирование системы. Поэтому перспективы, на самом деле, система очень хорошая, очень много желающих банковских учреждений пользоваться этой системой. Поэтому мы каждый день получаем какую-то новую информацию, какой-то новый опыт и новые входящие. Будем заниматься вот этим вопросом. по поводу банка, я хочу просто сказать, отличный сервис, у нас много клиентов, которые хотят им пользоваться. И мы там общаемся с НГУ в рамках этого сервиса, предлагаем варианты, как его улучшить, продать можем. И поэтому очень надеемся, что вы немножко более гибкие станете с точки зрения технической. А во второй, с точки зрения денег, вы тоже немножко подвинетесь. Потому что тут все жалуетесь на проверку сим-карты, перевыпуск, что там операторы, ай-яй-яй, сколько вас там берут за EMC-черк. У нас еще не ходят деньги? Там деньги не ходят. Но сервис, когда вы предоставляете для идентификации, банки получают деньги в зависимости от... У нас есть договора, когда у нас кто-то идентифицируется через банк ID, и это стоит, если там 20 гривен, например. Вы, наверное, сейчас про приват говорите. Ну, вообще... Вы говорите про приват. Ну, окей, да. Я понимаю, но для меня... Финально эта идея одна и та же. Мы говорим про техническую часть сначала, чтобы было полегче, чтобы вы доделали. А вторая часть — это финансовая, потому что на данный момент реально просто очень дорого для клиентов. Смотрите, просто мне кажется, что вы действительно сейчас говорите уже про часть системы банк ID, которая привата, потому что наши абоненты, которые подключены... Возможно, ну, мы что-то не знаем, у вас есть какие-то договора между собой, но мы говорим о том, что у нас есть единственный, единый договор-просоединение, в котором будут заложены... Ну, просто мы его сейчас модернизируем, в том числе под коммерческую модель и под расчеты, которые мы будем брать на себя. Поэтому если вы там где-то с кем-то рассчитали... нам... ... ...